Еще пару слов про эту общину. Есть такая наука археологии. Я сам мало что в ней соображаю, не археолог абсолютно, но и читаю разные книжки, где пишут про то, что нахты археологи. Так вот, археологи раскопали разные дома в древнем Каринфе. У Каринфской общины не было такого шикарного здания, которое есть сегодня у общины Шавей-Цион. Ну, нынче Бог по-другому действует. Я шучу. Они собирались по домам. О чем это нам с вами может сказать, если мы знаем, в каком доме собиралась община? Что мы можем узнать об общине, судя по размерам дома, в котором она собиралась? Большая или маленькая. Большая или маленькая. Сколько в ней было народу. Правильно? Потому что столько людей войдет в дом, столько это было в общине. Значит, в разное время община собиралась, видимо, в двух домах. Сначала они собирались в доме Прескил и Акилы. Также потом они собирались еще в доме Гая, такого человека. И судя по раскопкам, по результатам этих раскопок, дома в Каринфе могли вмещать до 40 человек. То есть, был то, что сегодня мы называем салон, да? То есть, наибольшая комната в доме могла вместить порядка 40 человек. Что же это нам с вами говорит? Что это означает? Что община была, в принципе, небольшой. 40 может быть человек. Может, чуть побольше. Может, 45. Вот. Теперь давайте вспомним еще, что... Кто ходил на эти собрания? В 14 главе апостол Павел, говоря о действии даров Духа, говорит о том, как нужно себя вести на тот случай, если в общину придет кто? Неверующие люди. Что это означает? Это означает, что неверующие-таки, да, приходили. То есть, там была динамика довольно такая своеобразная. Община была небольшая. Были там самые разные люди, в том числе и неверующие. Состав. Социальный состав общины. Город был богатый. Однако, в общине знатных людей, по-видимому, было немного. Почему мы это можем предположить с большой степенью вероятности? Потому что Павел пишет в первой главе 26 стихе. Кто-нибудь прочитайте, пожалуйста, по синодальному переводу. Что он там говорит? Первая глава стих 26. Значит, получается, что Павел им говорит, ну вот посмотрите вокруг себя. Кто тут из вас какой-то большой чиновник? Кто тут из вас знатный человек? А в то время знатный человек, он был не просто при должности, он был еще при чем? При деньгах. Соответственно, мы понимаем с вами, что из этих 40 человек, может быть, кто-то там и был более-менее при деньгах. Но большинство были довольно простыми людьми. Был там один человек, про которого Павел пишет в послании к римлянам. Городской казнохранитель Ераст. В римлянам 16 главе. Павел там где приветы, там, значит, он в том числе и от него передает привет. Что интересно, археологи нашли в древнем Коринфе надпись, в которой есть имя такого человека, Ераста. Значит, этот человек упоминается в связи с тем, что где-то в середине первого века, то есть примерно как раз в то время, когда Павел основал общину, он на свои деньги вымастил в городе улицу. Городской казнохранитель был, понятное дело, человек не бедный. Это была должность не только почетная, но и денежная. Окей? И, скорее всего, это был член коринфской общины. Теперь давайте откроем книгу Деяния в 18 главу для того, чтобы представить немножечко деятельность Павла в этом городе. О ней как раз говорится в 18 главе Деяния. Деяние 18. Я читаю, кстати, я буду читать, и Оля вам потом раздаст, а она распечатывает сейчас. Есть новый перевод на русский язык, Нового Завета. Называется перевод Кузнецовый. Он уже издан, уже лет 15, наверное, 14 библейским обществом российским. В принципе, его можно купить. Он мне очень нравится, и я буду читать по нему. А вы, кстати, сравнивайте с Синодалью. Деяния 18 глава, 1 стих. После этого Павел, покинув Афины, пошел в Каринф. Значит, вы нашли в Докарте, да? Афины и Каринф. Вот вы себе можете представить. После чего мы не будем сейчас углубляться, что это такое после этого. Но Павел был в Афинах. То есть, откуда он пришел в Каринф? Из Афин. То есть, соответственно, он шел на юго... Что? На юго-запад. Окей. Там он встречал одного еврея по имени Аквила, или Акила, родом с Понта, и его жену Прескил. Хорошо. Значит, вот тут есть упоминание. Откуда вообще Павел взялся в Афинах? Кто помнит или кто знает? Кто может сказать, короче говоря? Каким образом Павел оказался в Афинах? Да, он путешествовал, но... Хорошо. Где он был до Афины? Найдите на той же карте еще городок, который называется Филиппы. Если вы смотрите. Он еще повыше. Это Македония. Еще чуть-чуть правее, еще чуть-чуть выше, чем Афина. Есть Филиппы? Нынешняя Турция, нет? Не, не, не. Македония. Филиппы есть на карте? Нет. Попробуем. Вы помните, однажды в книге, где они описываются, что Павел молился, куда ему идти, и у него было видение, настоящее видение. Кто ему в видение пристал? Один человек, мужчина, из Македонии. Что он ему сказал? Приди и помоги нам. И тогда Павел и его сотоварищи рассудили, что Бог призывает его и их всех идти в Македонию. И куда они пришли? В город Филиппы. Филиппы это первый европейский город, где оказался апостол Павел, как проповедник Равшаум. Вот он после Филипп пошел в Афины. Значит, посмотрите, для того, чтобы все немножко было понятнее. Смотрите, в 17 главе Деяний мы с вами видим, что он проходит Амфиполь и Аполлонию. На карте эти города есть, кстати. Они маленькие, точечки есть. Да? Потом они идут в Фессалонике. Это уже после Филипп все. Сначала они пришли в Филиппы. Это 16 глава Деяний. Дома я вам советую просто почитать это. Прочитайте 16, 17, 18 главы, чтобы уловить вообще, что происходит с Павлом. Откуда и куда он идет. В какой момент своей жизни он оказывается в Каринфе. Да? Чтобы немножко уловить этот контекст. Значит, после Филипп, где были всякие там вещи в тюрьме. Помните, там они их в тюрьму посадили. Там цепи с них упали. Они ночью в оковах сидели, пели Богу Псалмы Теилин. Да? Вот. И славили Бога. Может быть еще как-то. Не только Псалмами. Короче говоря, там упали с них оковы. Там тюремный страж. Бежал туда, увидел, решил, что сейчас вся тюрьма разбежит. Все это где происходило? В Филиппах. Окей? В Филиппах. После этого они пошли в 17 глава Амфиполь, Аполлония, Фессалоника. Фессалоника нам о чем-то с вами говорит? Два послания. Кому? Вот в ту самую общину, которую Павел основал в этих самых Фессалониках. Так? После этого он идет в Афины. В Афинах он, в общем, ничего не добился. Там слушали его, слушали. И, в общем, ничего там у него не получилось, по-видимому. И потом, в конце концов, он, покинув Афины, пришел в Каринф. И вот с этого начинается его отношение с этим городом. И с этого начинается история этой общины. Вот до сих пор мы с вами предысторию разбирали. Почему Павел решил в Каринф пойти? Там, кстати, вот в Дианик, если вы читаете, тут ничего не написано, каким образом он принял это решение. После Афин двигаться в Каринф. Там не написано, что он очередное видение увидел. Там не написано, что Дух ему сказал. Он написано, что просто пошел в Каринф. Давайте предположим, что поскольку нет никаких указаний, что он имел какое-то сверхъестественное водительство, что, соответственно, он пришел туда по чисто каким причинам? Естественным. Да? Какие могли быть естественные причины, побудившие Павла пойти в Каринф? Исходя из того, что вы уже сейчас слышали об этом городе. Город находился на пересечении торговых путей, соответственно, он имел стратегическое значение. То, что говорилось в этом городе, потом разносилось по всему белу свету. Окей. Разумно. Следующий вопрос, а мы уже отчасти затронули его. Когда все это происходило? Когда Павел был в Каринфе? Давайте вернемся в 18 угол у Деяния. Мы с вами во втором стихе здесь читаем, что значит, там он повстречал одного еврея по имени Аквилла, родом с Фонт, и его жену Плестиру. Они недавно приехали из Италии. О, недавно, это уже слово, которое нам говорит что-то о времени. Окей? Потому что Клавдий приказал всем евреям покинуть Рим, хоп, а это уже находка для определения даты, потому что это уже точка на исторической шкале. И это можно искать в римских хрониках, и это найдено в римских хрониках, когда Клавдий издал указ, кесарь Клавдий, очистить, сделать Рим юденфрай, очистить Рим от евреев. Значит, Павел пришел к этим ребятам, к Аквилле и Прескилле, и остался с ними. Но нас интересует, да, значит, приказ Клавдия был издан в 49 году нашей эры. А поскольку у Аквиллы с Прескиллой устроил какое-то время, но все-таки это все происходило недавно, можно предположить, что Павел оказался в Коринфе приблизительно в 50 году нашей эры. Теперь, что мы с вами знаем о том, сколько времени он провел в Коринфе? Вообще знаем что-то или нет? Да, написано. Что написано? Давайте прочитаем дальше, что написано. Тогда увидим. Значит, он остается у Аквиллы с Прескиллой, у них общее ремесло, они занимаются изготовлением палаток. Четвертый стих. Каждую субботу Павел беседовал в синагоге, стремясь убедить и евреев, и язычников. Дальше приходят из Македонии сила с Тимофеем. Дальше их выбрасывают из синагоги, или они оттуда уходят. И дальше, посмотрите, пожалуйста, стих 9. Однажды ночью Павлу было видение, опять, в котором Господь сказал ему, не бойся, говори, не умолкая, ведь я с тобой, и никто не причинит тебе зла, потому что в этом городе много моего народа. Павел провел там, что написано? Год. А дальше? Год и шесть месяцев. Полтора года. И учил проповедуя Божью весть. Но когда проконсулом Ахаи стал Галеон, евреи, сговорившись, схватили Павла и привели его к нему на суд. Окей. И дальше, значит, тут история с Галеоном. Итак, мы знаем, что Павел провел там полтора года. В этом городе. И, кстати, это означает, что если он пришел туда, скажем, в 50-м году, то сколько вы... Когда он нашел оттуда? Примерно. В 61-м. 51-м, 52-й год. О, 51-м. Поскольку у нас с вами здесь есть еще, упоминается кто? Галеон, тоже римский чиновник, да? Имя которого тоже можно искать в аналог римской истории. Имя которого тоже найдено. То оказывается, что эта дата 52-й год, она достаточно точная. То есть мы с вами можем с большой уверенностью считать, что Павел основал общину в 50-м году нашей эры, когда храм еще стоял, так, в Иерусалиме, и провел там полтора года и ушел примерно в 52-м году. Галеон был проконсулом Ахай как раз в годы с 51-го по 52-й, не долго. Значит, мы с вами знаем, каким образом, какие были обстоятельства, основания общины. Значит, Павел, давайте прочитаем для того, чтобы это все было яснее. Мы сейчас проскочили это, но чтобы это было, потому что мы интересовались датой. Но давайте теперь немножко вернемся назад. Значит, 4-й стих. Каждую субботу Павел беседовал в синагоге, стремясь убедить и евреев, и язычников. У меня вопрос, что язычники делают в еврейской синагоге? Были такие, которые признавали еврейское иудаизм, и учения. Но тогда их нужно было называть евреями. Они уже больше не язычники. Они празелиты, потому что они обращенные в иудаизм из язычников. Окей. Еще варианты какие есть? Или любопытство. Любопытство. Окей. А в храм можно было язычнику зайти так полюбопытствовать? В Юрусалиме нет. Ну а где еще? Сами же сказали, что в Юрусалиме. В Юрусалиме нельзя было. А в синагогу можно было? Да. В синагогу пускали? Да. Окей. А что это евреи вдруг пускали язычников в свою синагогу? Да. И с надеждой, что они обратятся из язычества к советским современным словом сказать это гею. Плате гею. Окей. Хорошо. Вы помните, в деяниях апостолов встречается такая фраза боящийся Бога между вами? Да. Вы думаете, что они Петр, скажем, который говорил мужи-братья и боящийся Бога между вами? То есть он говорил к мужам Израиля и еще отдельно к тем израильтянам среди вот всех израильтян, которые особо боялись Бога. То есть к Харидим. Что боящийся Бога сегодня это Харидим. Это были язычники, то есть это были не евреи. Это был термин боящий. Вот смотрите, опять мы с вами что-то не знаем и поэтому у нас свои мысли в голове. боящийся Бога. Ой, там какие-то были отдельные боящийся Бога. Они не были какие-то супер-пупер запуганные. Их страх Божий не был на каком-то до небес уровне. Это был просто термин, которым обозначались конкретные категории людей, не евреи, которые не сделали геюр, они не стали евреями. Однако они оставили язычество, они оставили идолопоклонство и они соблюдали ряд заповедей. Возможно, это были заповеди Ноя, возможно, это были какие-то другие заповеди. Мы точно с вами этого не знаем, но по крайней мере они уже больше не были идолопоклонствами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok